Рак 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 Сижу, жду Хасана Возле студии, которая опаздывает На 39 минут уже Нормальный человек, как вы считаете? Киеву привет Тоже, кайф Был в Киеве, очень кайфовый город, очень понравился С кайфом бы еще побывал Но какие-то непонятки У нас сейчас с украинцами Всем привет, привет Разделите со мной Минуты ожидания Хасана Потому что Они очень тягостные Вы не представляете, как тяжело Точнее, вы представляете, как тяжело ждать Но вы не представляете, как тяжело ждать Хасана Красивого Мудрого Юнца Я не знаю, может краситься Может Снова еще может делать Загорать Может быть Подкачиваться Москва В Минске не был Вот в Минске бы с кайфом побывал, кстати Спасибо Всем привет И приветы Сэт Офишал Переслушал мой альбом на днях Это Так Я чувствую, что это не последнее твое сообщение В этой теме Привет, привет, ребята Всем Мы по-прежнему ждем Хасана Возле студии Рядом с булочной Какой-то Но сдоба нам не помогает скоротать эти минуты Только вы помогаете Грозный Привет Помню, как-то мне предложили приехать и провести слово в Грозном Тогда это было еще не так раскручено все Я в страхе отказался Как мне Ира PSP в общении Да, я был в Нижнем на слово не так давно Вот, там была Ира PSP По-моему, мы с ней до этого по нету только переписывались Ну, она такой своеобразный человек Как бы мы так сильно, кажется, не общались прям Вот Но вела себя очень мило, приветливо, очень дружелюбно И, так скажем Ну, прям, короче Мило Мило это было, да С ее стороны Гостеприимно очень В Грозный сейчас Слушай Ну, баттлы сейчас настолько раскручены Что я думаю, что Сейчас в Грозном спокойно можно провести баттл И Ничего Все все поймут, что происходит Два слова баттл-рэпе в Минске Побывал бы, посмотрел Больше ничего не могу сказать Я не знаю, кто победил Гуф или Птаха Ну, судя по тому, что происходит в интернете после баттла Мне кажется, что победил Птаха По тому, как они себя ведут Кто какие-то видосы записывает Я какие-то мимолетом смотрел Вот Мне показалось, что победил Птаха Но А там судьи были Его судили Разве этот баттл? Я просто не в курсе Ребят, мы по-прежнему с вами Возле студийки Ждем Пока приедет Хасан 42 минуты опоздания У этого человека сегодня С Киевстонером не знаком Если честно Я не большой поклонник его творчества Точнее, не совсем понимаю Что из себя представляет его творчество Он же вроде как не рэпер Да, он стендап-комик Я не видел его стендапов Не знаю, хорошо ли это А, Баста судил Все понятно А один судья Просто один Баста Это довольно Ну, так Может быть, субъективное очень решение Нет, я не заболел Просто в спокойном машине сижу Такой вот голос странный Back to beat Как проект Честно Не видел ни одного баттла Ничего не могу сказать Негатив Понятно Ну, то есть Несколько судей было Ну, круто-круто Насчет релизов У меня в ближайшее время Блин, у меня есть Два трека есть Которые я хотел бы выпустить Вот, собственно Для этого я, в частности На студию подъехал Вот И этот трек С Хасаном Как раз-таки Мы сейчас будем доводить До луна Потому что Ну, то все-таки Была некая демка Я не думаю Что меня Дудь Когда-то пригласит На интервью В ближайшее время Потому что я Абсолютно не того масштаба Знаменитость В данный момент Чтоб он меня куда-то звал Да, можно всем позвать Хасана Хасан, выходи Подбитые баттлить Ну, не знаю Я думал об этом Это прикольно, наверное Подбитые Это кайфово У меня это все начиналось С баттлов на хип-хопру Именно подбитые Хотя там чуть-чуть Другой формат был Как отношусь к паблику Рифмы и панчи Ну, я его воспринимаю Как некий такой Маск здорово Паблик Рифмы и панчи Мне кажется Ну, все, наверное, понимают Что это за паблик То есть К нему можно относиться Хорошо, плохо Но он есть И он из себя представляет То, что он из себя представляет Ноунеймов нет Тем более русских Особо не слушаю Иногда на зарубежные Какие-то Натыкаюсь Треки каких-то чуваков Которые мне неизвестны И Некоторые из них Прям прикольные Всем привет, друзья Всем привет А, ну на фривей Да, был баттл Ну, если честно Я там Слава был готов И это был такой Какой-то формат странный То есть Как-то он Короче Все прошло как-то комом У меня У Драга было прикольно Мне показалось Что он Абсолютно заслуженно выиграл Очень прикольно сделал Ярко Как тебе диктатор Какой диктатор Маск, ты знаешь У нас не началась зима Поэтому, видимо Зима 17 Не вышла Потому что Просто не было зимы Пока что Я не смотрел Хип-хоп Одинокой старухи В Минске Видел вывеску Ссылочку В Украину Ну, пока не собираюсь Пока нет Думаю Вот на майские праздники Куда поехать Ну, так В плане Отдыха Какие баттлы Считаешь Лучшими Под бит Или без бита Блин Честно Я считаю Лучшими Наверное Зарубежные Баттлы Без бита Англоязычные Баттлы Без бита Мне кажется Самые крутые Где 13.47 Не знаю Наверное Дома Я не знаком Тесно С политикой Квида На слово Поэтому Не могу Сказать Согласен Я с ней Или нет В чем она заключается Если напишите В двух словах То может быть Какое-то Выражу отношение К Русику Нормально отношусь Мы вполне нормально На связи Весна 18 Дисна ЖКХ Блин Ну Такое Любимый Западный Баттлер Мне нравится Lunar Sea И еще Мне нравится Кого вообще Выделить Ну вот Lunar Sea Мне прям Заходит Он такой Мне кажется Талантливый Чувак Хотел сказать Shoty Horror С Don't Flop Но Что-то он Как-то Слишком Загоняться Стал По вот этой Баттловой теме В общем Как-то так Тяжеловато Стало воспринимать Баттлы Некоторые Но С Arsenal Вот его Баттл Это Прям классика Кайфовая Будет Будет ли у тебя Альбом Если да Насколько Он готов Альбом Я пока Не пишу У меня Просто есть Какие-то Демки Наброски Треков Потому что В фоновом режиме Что-то все равно Делается И Появляются Эти наброски Которые Пытаюсь Сейчас Довести До конца Но Не особо В приоритете Это все Если честно Поэтому По чуть-чуть По чуть-чуть Короче Что-то делаю Откуда Черпаешь Вдохновение Для написания Текста Слушай Да как-то Само Вот бывает Там Проснешься С утра Врубишь Музычку И Что-то Прям Пишется Какие-то Прилетают Строки В голову Бывает На студию Просто Приедешь Начнешь Какие-то Тоже Биточки Крутить И какие-то Прям Конструкции Рождаются Поэтому Я не могу Сказать Что я Откуда-то Там Это Черпаю Из космоса Как все Любимый Трек В составе Мэри Джейн Блин Если честно Тогда Было Так мало Рэпа В стране По сравнению С сегодняшним Днем Что Каждому Треку Уделялось Очень много Внимания То есть Это Прям Была Такая Большая Разница И В принципе Я в каждом Треке Могу Что-то Что мне Нравится Выделить Но вот На сегодняшний День Мне очень Нравится Трек Я был бы Рад В составе Мэри Джейн Музыкально Прям Очень Нравится Короче Нравится Заимствовал Чей-то Панч Или же Переделывал Слушай Ну я Наверное Сознательно Или несознательно По-любому Такое было То есть Я бы Ну на батлах Это вообще Как бы Одно из фишек Стало Переделывать Панчи Вот Поэтому В этом В принципе Ничего такого Нет Твой любимый трек Знамя Да Знамя Очень крутой Трек Это Если говорить О первом составе МДжей Ну по-любому Это такой гимн Прям Краснодара Футбольчик Я катаю со школы Очень давно Ну так Более-менее Профессионально Конечно Позже начал Где-то там С института Может быть С каких-то там Второго-третьего курса Что у тебя с Ченей Произошло У меня с Ченей Ничего не происходило Произошел батл Вот Потом Как бы Все остальное Как бы история Люди потерялись Перестали общаться Не Так скажем Не сдержали обещания Слова свои Не сдержали Олимпиаду Не смотрю вообще Честно Вообще Пофиг на Олимпиаду Не знаю Вряд ли Потому что Наши спортсмены Туда Не поехали Ну в смысле Под флагом Под нашим Спортсмены Поехали Как раз таки Ну просто Если честно Я Я не знаю Истины В вопросе Кто там Виноват В этом Допинговом Скандале Я думаю Что По-любому В какой-то части В этом всем Виновата Наше государство И это Настолько Кончено Это настолько Просто Удручает Вот Что Я вот сейчас Смотрю Там Россия На каком На 12 На 14 Месте Вот И С учетом того Что на 12 На 14 Месте Наша страна После того Как запретили Принимать Им Те наркотики На которых Они сидели Все Это так Показательно Так ярко Короче Фиг его знает Ну то есть Удручает Меня Это все Дело Я Патриотом Быть сейчас Тяжело На сегодня Да Патриотом Сегодняшней России Быть тяжело Вот Конечно Тут Прекрасные Люди Есть Тут Все Там История Великолепная Там Все Что было Великого Там Ну На сегодня Как бы То что мы Из себя Представляем Как-то Тяжело Любить Это Всей душой Я не знаю Слово Харьков Official Филиал Или нет Если честно Не в курсе Любимый футбольный клуб У меня Juventus Forza Juve Ждешь ли Новый сезон Versus Если Freshblad Да Я Не могу Раскрывать Все карты На эту тему На тему Нового Freshblad Вот Но В какой-то Части Я его жду Там В какой-то Мере Я его жду Так вот Заинтриговал Как относится к локальным Малоизвестным площадкам Хотел бы посмотреть Как делается батл рэп У неизвестных Но болеющих батл рэпом Людей Я прекрасно Отношусь к малоизвестным Рэп батл площадкам Потому что Всю жизнь мы были Такой площадкой Пока Внезапно не взорвалось Все И не пошло Очень Очень быстрое развитие Поэтому Я уверен Что если чуваки Реально Болеют рэпом То это прям Кайф И они хорошо Должны все делать О Привет из Армении Армения Привет Кайф Я не жду батл Гуфа и Птахи Мне не интересно Мне не интересно Творчество Ни Гуфа Ни Птахи Никогда в жизни Не было интересно Я помню По-моему Птаха Срифмовал В каком-то треке Или что-то там Что кто-то там Его тащил За волоса И Мне в принципе Все стало понятно На всю жизнь Судья Шевченко Если честно Я у него По-моему В процессе Ни разу не был Я слышал эту аудиозапись Там Кто не знает Это в Краснодаре Скандал Разразился Судья в арбитражном суде Матом там Чуть-чуть поругался Ну не то чтобы на сторону Но позволил себе лишнего Так скажем И уволили его Насколько я знаю Очень быстро Вот Ну не знаю К этому относиться В принципе Конечно Судьи так себя вести Не должны У них столько Привилегий И столько Крутых Тем Связанных С их статусом Это действительно Должны быть Лучшие люди Просто Так скажем Мне Из Российских Данных На данный момент Кто мне интересен Из российских Баттл-рэперов Я уверен Что есть 10 человек Которые мне Очень интересны Просто Ну там Мне надо Грубо говоря Врубить Какие-то Последние баттлы Которые выходили И я сразу пойму Где у чувака Талант И где Мне это прям нравится И я с этого кайфую А где там Ну просто Кто-то что-то Пытается делать Но Ну не до конца Почему стал юристом Ну если честно Юристом стал По семейной линии У меня родители Оба на юрфаке учились И как-то так Всегда предполагалось Что я пойду на юрфак Вот И После этого После того Как Я Отучился в школе С золотой медалью Я выбирал Куда пойти Я поступил на юрфак И еще параллельно Сдал экзамены На Лингвистику Ну на языковой факультет Вот Ну Оказалось в один момент Что мне нужно было Сделать выбор Или я сегодня Уже там Ставлю галочку И поступаю на юрфак Или я Пропускаю То есть Пасую на эту тему И жду результатов Языкового Экзамена Да Я как бы Не стал рисковать Зная что я уже Поступил на юрфак Поставил подпись И пошел Учиться на юрфак А через там Две-три недели Узнал что в принципе Я поступил И на языковой факультет Тоже И конечно Если бы я пошел На языки Все бы сложилось Совсем по-другому У меня в жизни Я думаю Считаешь ли фразу Если честно Паразитом Конечно А что Часто я ее употребляю Блин Сорян Я до сих пор Венекси Да Это фирма В которой я работаю Слово Нижний Новгород Мне показалось прикольным Пруфман Я вижу ваш запрос Но я не хочу его одобрять Я не знаю Что вы там Собираетесь сделать Мата или дзаголь Пруфман Что такое Конечно мата Пруфман Конечно мата Слушайте Елочка Она вот давно Ничего не выкладывает Я за нее переживаю Если честно Потому что Она там в земле И что-то пока Как-то листики не распускает Вот Тревожусь Я тревожусь Будем Будем в ближайшие Пару недель Решать Что с ней делать Хоронить И искать преемника Или не знаю Самый сложный баттл С моим участием Блин Если честно Наверное Самые сложные баттлы С моим участием Это Баттлы на первых сезонах Которые были Потому что Скачки в уровне От баттла к баттлу Были очень Высокие Вот И тогда было конечно сложно Постепенно Когда набираешься опыта Ты больше и больше В этом Ну Тебе становится В чем-то легче Я постараюсь Помочь елочке Но как могу Ей помочь Понимаешь Я все делаю Я Брызгаю водичкой Я накрываю Полиэтиленчиком Ставлю ее под солнышко На подоконник Я все делаю Что могу Проветриваю Про губернатора Я понял Да я понял Что вам понравились Приколы Круто что Как бы У меня такое Чуть шизанутое чувство юмора То есть не все В него Понимают Только В основном те люди Которые меня чуть лучше знают Но я вижу Что прям Да Вы кайфово К этому отнеслись На одной волне Так скажем Поэтому прикольно О ребят Хасан мне написал В телеграм Сейчас подъезжаю Ну что ж 56 минут Всего лишь прошло Кайф Спасибо Очень приятно PLC не звал меня На свой альбом Поэтому там нет Моих партов Профессия В целом нравится Вот Да Чувство справедливости Это одно из Тем Которое Во мне есть Как мне кажется И оно конечно В юриспруденции Помогает То есть как-то Баланс чувствуешь Так скажем Расклад сил Там и так далее Вот И В принципе Профессия интересная То есть Интеллектуальный труд Всякие там Хитрости Ну в общем Прикольно По крайней мере У меня это не скучно Совсем Хасан Чеченсли Хасан Я не знаю Сейчас он приедет Мы спросим Люк Шоу Или все Люк Шоу Что-то слабенький Пруф Ну Он же как бы Что-то не заиграл Да В основке Хотя там надежды Такие были Ну блин После того как ему Ногу сломали Если честно Я наверное не заходил Даже Не то чтобы не заиграл А я не знаю Хасан фитовал С Ирой PSP Да Я просто не в курсе Арбиоль Альбиоль Пруфман Альбиоль Рауль Альбиоль Спасибо большое За Приятные слова Ребят Прям вам тоже Кайф За внимание За то что Коротаете со мной Минутки ожидания Хасана Это очень мило С вашей стороны Всем привет Кто заново Присоединился Здравствуйте Здравствуйте Почему Ив не прошел В голосе улиц Слушай Я думаю что Ив не прошел Потому что плохо выступил Вот Он У него была Какая-то Объективная Тема Значит Объективная тема Была в чем В том что ему Там Ну биты же Высылали на почту Участникам И вот ему Письмо с битом Попало в спам Ну как бы Это тоже Да такая Кармическая тема Наверное Все не просто так Вот В итоге он там За день или за два Буквально получил Очередной бит Он был там Не самый кайфовый Из всех Что там были Возможно И Короче Поэтому Поэтому Плохо подготовился И плохо выступил Вот и все Блин Вот чувак Просит писать Песни Глубины Нерва Я понимаю О чем ты говоришь Бро У меня прям был Такой гештальт Не закрытый Когда я писал Нерв Да Это вот тот рэп Который мне нравится И мне хотелось сделать То есть С какой-то там Мыслью Она конечно Там не супер глубокая Я вряд ли что-то там Круче чем Всякие мыслители Которые жили на этой земле Придумаю И так далее Но тем не менее Вот передавать Свои там чувства И эмоции С какой-то идеей Вот Это всегда было там Приоритетом Для южного рэпа Вот Ну для меня По крайней мере В частности Вот И Нерв соответственно Такой и получился Но мне кажется Он Он же массам не зашел То есть Было Небольшое количество людей Которым он понравился Которым Которые обратили внимание На то Как был оформлен релиз Да Вот с этими сайтами Загадками И так далее Вот И Значит Какое-то небольшое количество Ворвалось По этой теме И это было очень приятно То есть Хорошие отзывы Слышать об этом всем Прям Это было Так скажем Кайфово очень Но в целом Понятно что это был Не массовый продукт Поэтому я вот не знаю Готов ли я еще Столько же энергии И сил Тратить на это Ну очевидно что не готов Раз я этого не делаю По факту Буду ли я еще На площадке слова Я не знаю Я как бы не зарекался От батлов Но пока Баттлить не планирую Если честно Про Идриса Про какого Идриса Да Я все Я понимаю Что массы Слушают не глубину А как в общем Ну я все это понимаю Да Просто тут Вопрос в том Что мне хочется делать Вот Или что я умею делать Когда новый материал От Кубы Я не знаю Чувак Кубинис уже 5 лет Имеет 700 демок Которые просто не выпускает Ну как бы Сейчас случайно Встретил Ива На улице Меня можно встретить На красной На выходных Мы тут Бывает Гуляем Вот А так В основном Я по будним дням С утра на работе Вечером На тренировках То есть В принципе Спасибо за комплимент Треку Самчиславским На нерве Мне Очень нравится этот трек У меня был план на клип И прикольная Очень идея была Про клип на этот трек Очень необычная Которая бы его Смысл вообще Разворачивала бы На 180 градусов Но Как бы пока Не Не срослось Вряд ли уже Конечно клип этот будет Посмотрим Если будет нечего делать То я сниму На тренировках Я на стадионе Краснодара Ну на тренировочных полях В смысле ФК Краснодар Футбол рубимся Там Хасан пишет Что он уже идет С остановки Я его пока не вижу Но подождем Подождем Эту наглую рожу Опоздавшую На 62 минуты С Окси Нормальные отношения Я не могу сказать Что мы тесно общаемся Но когда Там Есть общие темы Для себя Прикосновения Мы в принципе Мне кажется На одной Такой Старой русской Батловой волне Хип-хоп ру волне Вот Поэтому все нормально Я не слушал Акустический альбом Пела Отчасти потому что Я так понял Он там какие-то Старые песни Просто перепел И не совсем понял Зачем это делать Когда можно Просто написать Новые Ну наверное Когда новые Не пишешь Можно и так делать Не знаю Хасан пишет Подхожу Ну-ка Ну-ка Давай Подходи Братишка Ждем тебя все Меня Стим не звал На трибьют Альбом Гонщики всякие Стим меня не звал На трибьют Альбом Я рэп Стим Единственное Что наш трек Чего ты ждешь Он брал На какой-то сборник Себе Нет Я не часто Его так долго жду На самом деле Это просто Так получилось Сегодня То есть В принципе Все нормально Замес 1347 PLC Слушай Там Я не знаю В чем Ну на сегодняшний день Замеса никакого нет Ты немного опоздал Сорян Вообще дела Да в принципе нормально Но Надо двигаться Как бы Вперед Надо что-то менять Вот Как и всегда В жизни наверное Ну понятно Да Один новый тренд Ну Я в смысле Как бы в курсе Просто я к чему Мы что-то общаемся То есть На студии встречаемся И так далее Он вечно ставит Что-то Вечно там Там демки Какие-то Туда-сюда То есть Я в принципе Все это наверняка Слышал Просто поэтому Я и не врубал Релиз Сам по себе Всем добрый вечер Меня не было В клипе Рэп А меня по-моему Не позвали в клип Я кстати не знаю Почему Тогда мне казалось Что у меня Самый крутой куплет Куплет на лонгмиксе Вот А сейчас Я относительно Недавно Я переслушивал Этот лонгмикс И я понял Что у меня Очень убогий куплет О смотрите Кто это идет А кто это у нас идет А это Хасан идет Это идет Хасан Улыбается Так Ну-ка Че сидишь Выходи Привет всем Че пойдем Да Короче Мы пойдем С Хасаном На студийку Вот Йоу А че они молчат А че вы молчите Не почему Они пишут Они очень общительные На самом деле Сегодня Да Прикольно Ну да Сегодня кайфовые Чуваки у меня Ты чеченец Или нет Спрашивают Конечно Конечно чеченец Нет Хан Хасан Я бы хотел Не знаю какую роль Но я бы хотел сыграть В театре точно В фильме Не знаю Хасан Отец основатель Классика Ладно Ладно ребят Мы пойдем Уже Поздний час Нам надо еще Поработать Вот Прям кайф Что вы были на связи Я наверное эфирчик Сохраню Вот Ты фитовал с Ирой PSP Сохраня Гляну Нет Не фитовал с Ирой PSP Нет Нет Хасан не фитовал с Ирой PSP Ну вот Давайте Чуваки На связи Или на мэпе Да Тая песня тебе говорит Это мой хит Главный видимо Ладно ребят Еще раз спасибо Давайте Мы отрубаемся На связи А потом Справим